Вынужденная пауза благоустройства театральной площади и создание театрального сквера образовалась в конце мая, когда в ходе строительных работ была обнаружена старинная кирпичная кладка винного магазина XVIII века. С июня и в течение всего месяца на объекте работала команда археологов во главе с Александром Вискалиным. Как считают специалисты, обнаруженная кирпичная кладка – это стена винного магазина и подвала XVIII века. Здание интересно тем, что построили его на месте, где раньше проходила засечная черта, которая вела к Симбирскому Кремлю. В конце XVIII века город перестает нести военные функции, и засечная черта начинает разрушаться, она заполняется культурными отложениями. И вот этот дом, видимо, был и построен как раз в этом ворву засечной черты. Я так понимаю, из удобства, потому что все-таки копать подвалы – это достаточно большая нагрузка. Напомним, благоустройство театрального сквера на театральной площади идет по федеральной программе формирования комфортной городской среды – нацпроекта «Жилье и городская среда» на средства федерального бюджета. Напротив Ульяновского драмтеатра должны высадить красные клеоны, поставить скамейки и фонтан. Но что делать дальше с исторической находкой? Этот вопрос задал глава города Александр Балдакин археологу во время совещания после осмотра строительной площадки. Александр Вискалин дал понять, что вместе с коллегами он не против провести полномасштабные раскопки. Но поскольку время реализации проекта поджимает, он сослался на предложение проектантов. И культурные слои его имеют определенную ценность, поскольку раньше не так часто в Ульяновске проводились раскопки этих сооружений. И проектанты приняли решение, что сохранить это здание, не разрушать его, поскольку оно действительно имеет определенную ценность. Архитекторы и подрядчики предложили несколько вариантов, как обозначить этот объект. Помощник губернатора Ольга Мельникова о судьбе фрагмента старинного здания высказалась в аудиописьме. Первой идеей, безусловно, у нас была создание археологического окна. Но, как показала археология, подземный контур найденного объекта, он непрерывный. И уходит, на самом деле, под так называемый кошкин дом, функционирующий сегодня здание, за пределами театрального сквера. То есть, что это значило для нас? Это значило невозможность обеспечения в данном случае герметичности шва. Плюс, конечно, вероятность повредить саму кладку. Да и саму ценность, как говорит Ольга Мельникова, представляет не только внешний слой, но и внутренний объем найденного объекта, поскольку там могут быть артефакты. В результате архитекторы отказались от идеи окон. По уже ходу поиска решений на тему того, как можно отразить, собственно, вот эту находку археологическую, мы все-таки пришли к выводу воссоздания плоскостного участка, то есть в наземном исполнении, воссоздание стены на территории театрального сквера с как раз имитацией вот той самой кирпичной кладки, но уже в покрытие, как маркера места. В настоящее время по настоянию администрации города Ульяновска внесены изменения в проектно-сметную документацию, предусматривающие сохранение найденного фундамента. Как рассказал заместитель директора МБУ «Стройзаказчик» Шамиль Вахитов, благоустроительные работы на объекте возобновят после получения разрешения от Управления по охране объектов культурного наследия администрации губернатора Ульяновской области. При этом дальнейшие мероприятия будут проводиться под наблюдением археологов. Подрядчикам уже смонтированы сети и колодцы водоснабжения и водоотведения, начат ремонт фасада дома номер 14 по улице Спасской. Монтаж кабелей и электроснабжения искусственного ручья планируется выполнить на глубине не ниже 40 сантиметров, чтобы они не затрагивали обнаруженный артефакт Старого Симбирска. Опоры освещения закрепят на анкерах без бурения и нарушения культурного слоя. Ирина Антонова, Уллправда ТВ.